kkr24 technologies всем привет на обзоре снова бренд бисайд современная и высокоточная модель zt y в комплекте руководство пользователя на английском языке тут вы можете ознакомиться с основными техническими параметрами прибора тестовые зажимы довольно тугой ход неплохого качества шупы на 10 ампер при желании можно снимать изоляционные наконечники не знаю насколько силикон но провода достаточно мягкие и вот такого плана термопара для снятия показания температуры сумка чехол конечно хотелось бы получше в данном ценовом сегменте но что есть то есть качество изготовления тут отлично все в том числе и качество самого материала видим со всех сторон приятную на уши по резиновую окантовку прибор достаточно компактного размера но все тут сделано очень и очень красиво мультиметр работает от трех элементов питания стандарта 3 а в устройстве для долговечности предусмотрена бронзовая резьбовая вставка также стоит отметить компактное расположение гнездо шуфов снизу это для коммутации малых токов и вторая цепь это коммутация силовых токов до 10 ампер и до высокий счетчик измерения селектор переключатель имеет достаточно четкий ход никаких случайных проскальзываний первое включение прибора видим отличную контрастную картину на дисплее отличные углы обзора почти под 90 градусов в общем экран красота в режиме измерения постоянного напряжения видим как одинаково точно дублируется в обоих приборах постоянное напряжение измеряется до 1000 вольт тогда как переменное напряжение можно измерять максимум до 750 вольт элементы питания также измеряет легко и быстро кнопкой range можем выбирать десятые сотые и тысячные доли измерения или же как тут написано можно измерять в автоматическом режиме следующая функция относительного измерения значение рел к примеру на дисплее имеется примерно одна целых пять вольт напряжения удерживая кнопку обнуляем результат то есть включается режим относительного измерения и все что будет измеряться будет измеряться относительно 0 в плюс или минус очень важная функция для подбора разных режимов измерения а также при подборе определенных значений измерения удерживая кнопку можем выйти из данного режима теперь кнопка макс мин это говорит само за себя как видно фиксирует максимальное значение измерения а все что уходит назад не видно а в режиме мин может фиксировать минимальные значения измерения как видно все ниже ниже показания он фиксирует а вот все что идет выше прибор уже не видит удерживая кнопку можем выйти из данного режима измерения и крайняя кнопка hold это фиксация значения измерения то есть позволяет удерживать показания а при нажатии и удержание включается фонарик яркость не такая уж и яркая но в любом случае в темноте выручает нажимая кнопку select можем выбирать режим измерения переменного напряжения смотрим все как четко организовано снизу напряжение сверху частота главное все это одновременно также имеется аналоговая шкала как у моделей zx и zm серии и при нажатии на кнопку select частота переходит на основное положение на дисплее на месте частоты уже процентное соотношение а при нажатии и удержание кнопки select переходим в режим измерения в и все то есть работа с преобразователями частоты следующий режим измерения начинается с измерения мили вольтов и как видим ztm серия тут по больше измеряет в мили вольтов а в данной модели zt y идет в значение максимум до 100 мили вольт режиме измерения переменного и постоянного напряжения нажимая кнопку select можем выбирать режим измерения частоты процентного соотношения и следующее это режим измерения температуры градусы которых можем видеть одновременно это и в цельсиях и фаренгейтах и как видим температуру прибор показывает со встроенного термодатчика буду ставить свою термопару низкоинерционную температуру может измерять максимум до 1000 градусов и как видим очень быстро нагревает и в том числе быстрое остывание следующий режим измерения начинается сопротивление будем измерять этот резистор на 47 он сопротивление может измерять максимум до 100 мега он это очень хороший показатель теперь пробуем резистор с малым сопротивлением но целых 22 он достаточно долго думает но результат нестабилен это из-за того что очень низкое качество шупов с комплекта следующий режим в данном положении это режим прозвонки которые как видим дублирует световым индикатором а вот скорость и реакция очень плохая теперь все то же самое повторим и с качественными шупами видим как все поменялось быстрая и четкая реакция теперь с дорогими шупами еще проверим и низкое сопротивление резистора и как видим очень и очень точный показатель для такой ценовой категории мультиметра в режиме тестирования диодов сперва измеряем напряжение на шупах и видим более 3 вольт напряжения и в режиме тестирования светодиодов как видим идет индикация падение напряжения и соответственно видим как прибор зажигает диоды видим также быструю работу тестирование диода и еще один под режим это режим измерения конденсаторов и как видим достаточно быстро и достаточно точно измеряет на примере желтого конденсатора тут также все быстро а а вот нанофарады прибор измеряет вообще мгновенно и еще в режиме измерения пикофарадов этот наверное один из лучших результатов в линейке бренда как видим значение 120 пикофарад пробуем прибор в режиме измерения теста скрытой проводки так называемый ncv тест и в зависимости от степени электромагнитного поля чем ближе к источнику излучения тем интенсивнее свето звуковое оповещение следующий режим это генерация частоты как можем видеть прибор может строить форму сигнала от 50 герц максимум до 5 килогерц теперь перекидываем красный щуп для измерения тока и как видим в данном режиме прибор может измерять как в миллиамперах так и в режиме измерения целых чисел амперов следующем режиме режиме измерения миллиамперов тут поднимаем напряжение и как видим прибор может фиксировать максимум значения до 100 миллиампер в следующем режиме измерения в режиме измерения микроамперов тут как можем видеть прибор умеет фиксировать максимум до 1000 микроампер теперь такой тест сколько тока потребляет прибор потихоньку поднимаем напряжение и как видим на 3 вольта прибор спокойно запускается но на 3 вольта горит индикатор низкого заряда это потому что для нормальной работы прибора необходимо от трех элементов питания совокупности 4,5 вольта напряжения но факт в том что и на 3 вольта прибор спокойно работает и даже на 2,6 вольт поднимаем напряжение до нормального значения и теперь видим как сильно растет ток потребления это целых 24 миллиампера это очень очень много хотя при умеренном использовании как в моем случае на тестирование от одних элементов питания уже месяц как работает и еще один такой тест на потребление тока фоновом режиме то есть выключенном состоянии и как видим тут все отлично прибор ничего не потребляет если сравнивать прибор старшей моделью серии ztm то видим насколько большая разница очень компактный получился прибор прибор хоть и маленький но достаточно тяжелый еще стоит обратить внимание на современном приборе счетчик измерения дисплея также имеет большее значение тогда как ток коммутации в большом приборе он в два раза выше то есть 20 ампер хоть этот прибор очень богат функционально мне все же больше нравится более компактная современная модель и то как она намного точнее измеряет некоторые параметры хотя и у этого прибора очень много полезных функций даже тот же генератор частоты оказывается он тут тоже имеет возможность более 50 герц генерировать генерировать в целом у бисайда есть кому что выбрать присмотреться большой прибор конечно он тоже очень хорош по всем параметрам тут есть и автоматический режим измерения и богатый выбор ручного режима измерения и прошу обратить внимание на большом приборе с легкостью можно с помощью одной руки менять положение режимов измерения тогда как в новом аппарате провернуть селектор переключатель с помощью одной руки будет не так то просто и еще небольшое сравнение с моделью zt300 и и здесь тоже новая модель более выгодно отличается по размерам но вот экран экран конечно это очень красиво не сравнится с обычным жидкокристаллическим дисплеем то модель zt y самая удачная и самая точная модель в линейке бренда писает подводя итоги в знак поддержки развития канала будете поставить лайк подписаться и написать любой комментарий всем спасибо за просмотр